Здравствуйте! И вот и подошел к концу новогодний марафон, и я надеюсь, каникулы прошли для вас успешно и без потерь. А вот организаторы различных мероприятий в областном центре решили взять паузу на грядущие выходные и отдохнуть, потому что поняли, что ивановцев, пожалуй, ничем не удивишь. Но много всего интересного будет проходить в различных муниципалитетах Ивановской области. Так, например, 12 числа в Комсомольском районе в местном карьере с 9.00 до 16.30 будет проходить третий этап зимнего кубка по мотокроссу. Будет очень интересно, будет множество участников. Также 12 числа в Форминовском районе пройдут соревнования по лыжным гонкам. Старт заездов в 11.00 участвуют любители и профессионалы. В 11.00 в грядущие выходные стартуют соревнования и в Кенишенском районе. Это тоже будут лыжные гонки для участников из детско-юношеских спортивных школ. А в парке Степаново в грядущие выходные будет проходить чемпионат по зимней рыбной ловле на мормышку. Разрешение сотрудники МЧС уже дали, толщина льда подходит. О мероприятиях, которые будут проходить в светлых и хорошо отапливаемых помещениях, расскажем поподробнее. Кинотеатры продолжают тему новогоднего чуда семейными добрыми фильмами. Любителей трогательных историй ждут сразу две премьеры с 10 января. «Путь домой» – это лента о собаке, которая преодолевает расстояние в сотни километров к своему хозяину. Запасайтесь носовыми платками, слез прольете немало. Полтора часа про добро и хвостатую любовь. Еще один фильм к просмотру – 1 плюс 1 голливудская история. Сюжет знаком любителям французского первоисточника. Юмор сохранен, сюжет почти полностью скопирован. Освежить в памяти любимые моменты в голливудской обработке можно уже в выходные. Мы найдем вам помощника по душе. Позвольте стать вашими руками и ногами. Как поэтично мы... Вам позвоним. Пентхаус? Ждите своей очереди. Спокуха, это не налет. Просто подпись, черканите. Интересно, каким образом. Да пофиг, хоть справа налево. Что, руки отшибло? Не то слово. А язык не отнялся? Как и у тебя. Мне нужен помощник. А по бабкам что? А чуметь, блин! Стоп, я так же... Основных прям суперкрутых фильмов в январе ждать не стоит. Но для тех, кто любит ходить в кино хотя бы раз в месяц, выходит ряд новинок. Это 10 января. Прокат выходит «Ужастик». В принципе, в кинотеатрах давно не было ужаса. Это «Темное зеркало». Это достаточно страшный фильм. Я думаю, он понравится зрителю. Особенно тем, кто привык к такому жанру. Также выходит в прокат «Снежные гонки». Это мультик, детский контент. Танец – это поэзия ног. Именно поэзии обучают в балетной школе-студии Плие. Здесь профессионально, великим искусством занимаются девочки от 3 до 16 лет. В студию Плие ходит моя старшая дочь Алиса. Ей 5 лет. И она с детства мечтала о балете. Почему-то, наверное, лет с 3. Очень хотела быть балериной, попробовать себя в этом виде искусства или спорта. Как посмотреть. И мы отдали ее полгода назад. Ее очень нравится. Но сейчас занятия посвящаются в основном растяжке, первые композиции, уже первые успехи. Но уже по ребенку заметно, насколько он меняется, какая появляется грация, осанка. И мы очень рады. Девочек учат, что такое классический танец, что есть рисунок танца. Их растягивают и улучшают осанку. А еще исполняют мечту быть балериной. Я хочу стать балериной, потому что там плавные движения. Мне чуть-чуть сложно, но мне все равно нравится. Воспитанницам нужны не только хореографы, но и наставники, которые помогут им развиваться физически и психологически. Здесь растят не только балерин, но и хороших людей. Родители приводят детей для начала, чтобы исправить спинку, исправить какие-то физиологические особенности своего ребенка. Кто-то приводит с целью пустить ребенка в будущее, в мир искусства, в мир танца. У всех задачи разные. Мы даем подготовку основательную, хорошую для поступления в учебное заведение. Для взрослых девушек и женщин есть занятия по бодибалету. Не нужно стесняться. Плюшевые и обаятельные или чешуйчатые и устрашающие, но непременно экзотические обитатели суши и моря ждут ивановцев на выставке необычных животных. Опытные экскурсоводы расскажут гостям, чем лакомится дикобраз подросток и почему он пока живет один. Почему эту черепаху называют одной из самых несимпатичных зверей и от чего балдеет игуана по кличке Шустрик. Это животное травоядное, то есть кушает он растительную пищу, пищу в основном листовую. Кушает он капусту, листья салата. Летом мы ему рвем одуванчики. Соответственно, хищных позывов у него никаких нет и очень хорошо он приручается, ну как кошка, только очень большая, около двух метров. На выставке необычный зоопарк около сотни живых экспонатов. Это самая крупная коллекция необычных обитателей нашей планеты в России. Погружение в мир тропической фауны никого не оставит равнодушным. Все животные чувствуют себя прекрасно и очень рады гостям. У нас есть, например, мексиканский едозуб, толохини, мата-мата, крупные попугаи, интересные и говорящие. Много шипохвоста. В принципе, здесь каждое животное возьми, оно чем-то уникально. В первую очередь у нас нет животных, которые находятся в клетках, потому что, как правило, клетки продуваются, сквозняки и так далее. Все находятся за стеклом и террариумы разработаны с таким условием, чтобы создавалась температура, влажность для каждого, скажем, питомца в отдельности. Вот, ну, можно прийти на выставку, посмотреть состояние животных. Я думаю, даже специалисты оценивают, что состояние животных очень хорошее. 13 января в 13.00 мы ждем всех гостей в горнолыжном комплексе «Миловка». У нас будет проходить третий рождественский фестиваль костюмов. В этом году мы специально добавили детскую номинацию. Дети от 4 до 14 лет также могут сделать свой костюм. Мы выберем самый лучший. И также еще семейные номинации, то есть может приезжать вся семья в костюмах. Главный приз за первое место – это сноуборд. Поэтому давайте делайте костюмы, время еще есть. Мы ждем всех в 13.00 в «Миловке». Тех, кто устал от елочных украшений и мишуры, приглашаем на выставку. С 12.00 в центре «Консультант» открыта выставка мецената Александра Иванникова. Это фотоработы, очень яркие, динамичные и экзотичные, как всегда у этого автора. Очень советую им посетить. Также 14.00 будет проходить два кастинга отбора на участие в городских конкурсах. Это миссис Иванова и мистер Иванова. На миссис Иванова приглашаются женщины с детьми и активной гражданской позицией. А на мистера Иванова приглашаются молодые люди, которым есть что показать. Также 13.00 в центре культуры и отдыха вечером будет проходить феерия моды. Запланирован показ одежды местных дизайнеров и выступит в дефиле представительница конкурса «Ивановская красавица». Вот, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать. Впереди насыщенные выходные. Удачи и до встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!